Здравы будьте! Сегодня мы будем разбирать, на мой взгляд, один из красивейших мифов из книги Каледы, относящийся к эпохе Козерогу, к эпохе влияния Змея Индры. Этот миф также является последним мифом данной эпохи, и далее мы перейдем в эпоху Стрельца. Название мифа – Волх и Леля. Это миф о спасающей от тьмы, высвобождающей из тёмного царства силе любви, о разнице между любовью змеиной и любовью сворожей, то есть которая от Бога. Но давайте по порядку. Итак, начнём. Расстилались не в поле туманушки, а разыгрались не ветры буйные, то бежали с репейских гор туры ярые, злоторогие. О быстрой речке Смородины у горючего камня чёрного вышел им навстречу злоторогий тур, то сам огненный волх, Бог-сын Змеевич. Ой, вы туры, мои туры ярые! Отвечайте по чести, по совести, где бы побывали, погуляли где, И какое вы чудо видели! Никакого мы чуда не видели, только видели, как из Ирия выходила девица красная до водной рубашки без пояса. Заходила она по колени в воду, а потом погрузилась до пояса, поглубилась до белых грудей и вставала на бел горючий камень, обливалась слезами горючими, тонким кружевом обтиралась, на четыре стороны кланялась. Ой, вы туры, мои туры ярые! Вышла то не девица красная, выходила то Макош, матушка, значит, снова грозит Индерия, собирает силы могучий змей. Побежал ярый тур к царству Индерия, что в оглуби Нави за черной горой. Первый раз скакнул, за версту скакнул, а второй скакнул, не видать его. Обернулся он ясным соколом, высоко летит по подоблачью, избивая гуси и лебедушек, завтраку, обеду и ужину. Прилетел в Индерию сокол, на окошечко сел косящие. То не ветры несут, порожатся, то беседует царь с царицею, Индрик-змей с пироскею змеихою. Говорит пироскея царица, ай ты, Индрик-змей, царь Индерия, мне по честь спалось, во сне виделось, поднимал лися тучи запада. Из-под туч летел финист сокол, а с востока орел Магур. Солетались они над полем, меж собой начали биться. Финист сокол Магурушку выклевал, его перья черные повыщипал, пух пустил его по подоблачью. Отвечает змей пироскея, ты спала, змея, сон ты видела, не видать в синем небе сокола. И еще сказал лютый Индрик, собираюсь я в поход к Хрипийским горам, покорю я царство заоблачное, разорю я Ирий небесный, и добуду из сада Ирия я себе золотые яблоки. Кто ответ дает золото яблоко, тот получит вечную молодость, власть получит над всей вселенной. Отвечала змеиха Индри, не возьмешь ты, змея, царство светлое, не добудешь вечную молодость золотые яблоки Ирия, ведь Магур это ты, царь Индерий, финис сокол волк, сын твой змеевич. Рассердился тут лютый Индра, он схватил царицу пророчицу и о каменный пол ударил. Не боюсь я волка змеича, на отца не поднимет он ручушку, получу я райские яблоки. Тут слетал с окошечка финист, обернулся он мощным витязем. Как стребок сильным ветром разносит огонь, так и волк обронил змею лютому слово. Ай ты, Индрик, змея царь Индерии, не прощу я тебя насилия, ты пошел против Бога Вышнего. Лютый Индра-змей испугался, бросился за двери железные, запирался запорами медными, но ударил сын змея в те двери ногою. Все запоры медные вылетели и раскрылись двери железные. Как схватил волк могучий сын змеевич и ударил змея каменный пол, как ударил опол гром и звон пошел. То не финист сокол крылом махнул, то махнул мечом волк сын змеевич и отсек змею Индрику голову и рассыпался змей на змеенышей, а змееныши те в щели спрятались. Волк владыкой стал всей Индерии, править стал нечистью разной силою и возглавил горынь и змеевич и женился на Пироскее. В этой части мифа рассказывается о том, что волк побеждает Индру, пошедшего против Всевышнего. Побеждает Дия в его лике Индры, постоянно мечтающего о господстве над всей Вселенной, хотя ни сил, ни разума, ни любви у него для этого нет. Ибо род Всевышний, породив нашу Вселенную, сделал царем небесным Сварога, обладающего духом Всевышнего. Волк победил Индру. Но следом возникает вопрос, почему после этой победы сам Волк не только не исполнился светом, не только не занял место среди сворожичей в светлом Ирии, не только не вкусил яблоки молодости вечной, но еще и возглавил всякую нечисть и женился на змее. Кстати, что значит женился на змее, подобно своему отцу Индре? Это значит, что Волк попал в кольцо замкнутого времени, состоящего из цепочки прошлое, настоящее, будущее, прошлое, без вечности, попал в золотую клетку. Это значит, что Волк стал рабом материи, стал смертным. Но почему? Да потому что Волк полон ненависти и ярости. В этом темном царстве его души нет места чувства любви. Хотя эта ненависть и ярость направлены против змея Индры, однако именно это делает Волк подобным ему. Поэтому и Индра до конца не умирает и рассыпается на змееныша и прячется. Ненавистью и яростью убить тьму невозможно. Но пока что Волк способен только на такое сражение с тьмой. То есть, согласно принципу, моя ярость и ненависть больше твоей, поэтому я тебя убью и займу твое место. И в этом он качественно, такой же самый, как и его враг Индра. Итак, Волк занимает место своего отца Индры и становится правителем Мендерии, страны змеев. Иными словами, душа, испытывающая подобные чувства, неважно на кого они направлены, по какой причине, вновь возвращается на землю, чтобы пройти этот урок и очиститься. Окружили тут Волха-змея, и явился Вий, подземный князь, сын великого змея черного. Говорил ему таковы слова. Ай ты, буйный Волх, змей, великий царь, аль не хочешь ты покорить весь мир, аль не хочешь ты яблок Ирия? Тут интересный момент. Поскольку Волх, воин, обладающий огромной силой, и так уже во власти змей, во власти дыя, то искушать его приходит не дыть, а Вий, правитель пекла. Видимо, для того, чтобы окончательно загробастать душу Волхова и поставить его силу себе на службу. Вий намекает Волху, что якобы у того уже достаточно силы для того, чтобы пойти против сварога и силой войти в вечность. Ибо тот, кто правит вселенной, живет в вечности. Зашипела тут Пераскея. Их нельзя добыть, боем силы, значит, можно хитростью-мудростью. Ты добыть их сумеешь, премудрый Волх. Захотелось тут Волху власти, захотелось великой и вечной молодости. Он решил покорить царство светлое. На данном этапе Волх падает еще больше. Он прислушивается к Вию, и гордыня, и жажда власти захлестывает его. Змея же подсказывает ему брать светлое царство хитростью. Что из этого вышло, смотрим далее. Волх забирался тогда к иерийским горам. Первый раз скакнул, за версту скакнул, раз второй скакнул, не видать его. Обернулся он горностаем, побежал по лесу дремучему. Щукаю нырнул в море синее, а из моря вспорхнул белым гуголем. На коня лихого он вскакивал, соскочил с него серым волком, обернулся затем ясным соколом. Высоко полетел по подоблачью, избивая гусей и лебедышек, завтраку, обеду и ужину. Прилетел он к иерию светлому, сел на веточку райской яблони, хочет златое яблоко выклевать. Вдруг услышал он, песня чудная разливается по саду небесному. Эта лиля по саду похаживает, золотыми кудрями встряхивает, и сплетала венок из лилий. Ее тонкий стан тканью легкой скрыт, опоясан цветочной гирляндой. От шагов колеблются перси, и ступает она, как лебедушка, голосок ее ручейком журчит. И заслушался финист сокол, и забыл волшебные яблоки. Тут ударили колокольчики, затрубили трубы небесные, набежали, слетели стражники. И вспорхнул финист сокол с яблони, только сизо перышко выронил. Подняла то перышко леля, ах, какое красивое перышко, отнесла то перышко во дворец. Только перышко леля выронила, тотчас опол перу ударилась, обернулась о волхом-змеечем. Говорил он ей речи сладкие, называл своей любимой. Для тебя я не стал покорять белый свет, и оставил царство подземное, и жену-змею-пороскею. Итак, волх достигает светлого ирия, благодаря своим умениям, благодаря своей огромной силе, и хочет тайком съесть золотое яблоко, хочет войти в вечность. Однако Всевышний обладает всепроникающей мудростью. Он-то знает, что для этого волху надо познать еще что такое любовь. Всевышний ведет и учит волха, ибо он важен для сил света. И вот матушка-макушь завязывает встречу волха и лели. До того, как вкусить яблоко вечности, сын Индры увидел лелю, саму любовь молодую, и забыл обо всем, и о том, что он хочет покорить мир, и о своем темном царстве, и о жене-змее. Свет любви коснулся темного сердца сурового воина, и он не противится этому. Услыхали шум сестры лелины, прибежали живо с Мареною. Тут же волх обернулся перышком. С кем, сестрица, ты разговаривала? Я сама с собой, отвечает им, а сама выпускает перышко за окошечко за высокое. Полетай, перо, в чистом полюшке, погуляй до поры и до времени. Улетела перо в чистом полюшке, обернулась перышко соколом. Не облетал ясный сокол по небу, а настало лишь время позднее, полетел опять к милой лелюшке. Позвала она ясно сокола. Разлюбезный мой ясный сокол, ты явись ко мне, ты приди ко мне. Финис сокол влетел в окошечко, в пол ударился, стал добрым молодцем, и пошли разговоры веселые. Услыхали сестрицы Лелины, побежали к сварогу батюшке. У этой царь небесный, отец родной, знай, что к лелюшке нашей приходит гость. Встал сварог и пошел, входит к лелюшке. Финис сокол же вновь обернулся пером. Ах вы, дочери, все вам чудится, говорил сварог сестрам лелюшки. Что на праслину вы возводите, за собой лучше б присматривали. На другой день живо смареную на окошке иголочки тыкали. Коль наколется гость на иголочку, путь забудет навеки к лелюшке. Прилетел Финис сокол к леле, бился-бился, не смог пробиться, только крылышки все обрезал, и иголки те искра вянил. И скричал тогда Финис сокол, ты прости-прощай, леля милая, если вздумаешь отыскать меня, то ищи в тридесятом царстве, в темном царстве у гор Кавказских. Башмаков железных три пары истопчешь, обломаешь чугунных три посоха и три каменных хлеба изгложишь. Тогда лишь ты найдешь меня и спасешь. Так уж Богом Всевышним положено, так уж видно завязано макушью, разлучаться должны влюбленные. Но порвать нить судьбы возможно ли, есть ли для любви расстояние? В этой части мифа рассказывается, как развивается тайная любовь лели и волха. Почему леля прячет своего финиста и не показывает его ни сестрам, ни сварогу батюшке? Я думаю, потому что волх это правитель богатой индерии на данный момент, то есть враг. Однако и леля влюбляется в волха, то есть во врага по сути. И эта любовь останавливает врага в его темных замыслах и делает его другом. Но сестры лели так не считают. Несмотря на совет сварога смотреть за собственным носом, вмешиваться, думая, что они делают благое дело для своей сестры. Либо же просто из зависти, что у лели есть любимый. Они тыкают в окошко особые иглы, заговоренные, я так понимаю, так как наткнувшись на них, волх финис забывает лелю, а значит и свою любовь, а значит вновь возвращается в темное царство к жене-змее. То есть на самом деле любовь приводит к вечности. Сестры жалели, разлучая влюбленных, не понимают, что их добрыми делами услана дорога в ад, в данном случае в темное царство. А ведь эта любовь могла вытащить оттуда не кого-нибудь, а самого волха, за душу которого сражаются силы света. Однако, как справедливо замечено в мифе, разве можно прервать нить судьбы Макуши? И собралась корешенька Леля, и пошла она по дороженьке, по тропиночке с Ирийских гор, говорила она сварогу, не брони меня, милый батюшка, отпусти меня в путь дороженьку, видно, Бога мне так предписано, видно, Макушью так завязано, отправляться мне в царство темное. Много лета нашла, много зима нашла, все брела полями широкими, пробиралась лесами дремучими, поднималась на горы высокие. Песни птиц сердце Лелюшки радовали, ручейки лицо омывали, и леса ее привечали, звери лютые к ней сбегались, и жалели ее, и ласкали. Башмаков истоптала три пары железных, обломала три посоха тяжких, чугунных, и три каменных хлеба она изгладала. Отзовись, отзовись, ясный сокол мой, в кровь изранила Леля ноженьки. Там, где падали кровь и капельки, распускались розы чудесные. Вот дошла она до Кавказских гор, как у той ли речки смородины, видит Леля, стоит избушечка, и на ножках куричьих вертится. Вкруг избушки тощи репами тын, попросилась Леля в избушечку. «Ой, да вы хозяин с хозяюшкой, Велес Сурич с Бурей Егою, приютите меня, накормите и укройте от темной ночи», говорил тогда Велес Лелюшке. «Ай, я помню тебя, Свароговна, и подарочек твой ко свадебке. Ты зачем к нам в гости явилась?» Отвечала тогда Леля Велесу. «Много лет, много зим я по свету иду, все еще и финиста сокола, волха-змеича прекрасного. Выпустите меня, хозяева, накормите меня белым хлебом, напоите вино медвяным». Отвечали Леля хозяева. «У нас в темном царстве горькое житье, у нас хлеба белого нет, и питья медвяного нет, а есть гнилые колоды, а есть водица болотная». И просила их млада Лелюшка, «Мы забудем обиды старые, помогите мне отыскать в темном царстве сында Идрика Буйна Велеса». И сказали Леле хозяева, «Заходи же к нам, млада Лелюшка, за любовь тебе все прощается». Здесь хочу сделать маленькое пояснение. О чем говорит Велес, что помнит Лелю ее подарок к свадьбе? И Леля, прося о помощи, просит забыть обиды старые. И ей отвечают, «За любовь тебе все прощается». Дело в том, что когда-то, когда Велес женился на Азове, которая выручила его из беды, переодевшись мужчиной и проведя даже самого сварога, Леля поставила на плече богометку, чтобы Велес во всех своих воплощениях был обуем любовную страстью. Ух, и много же бед причинила Велесу эта метка. Из-за нее он проходил через настоящее мыторство, изучая уроки любви. Однако, я думаю, что Леля оставила такую метку вовсе не из-за злобы, а для того, чтобы Велес, пройдя испытания, связанные с любовью, обрел мудрость, как и душа каждого из нас. Но эти мифы мы будем изучать подробнее позже. Теперь же Леля просила помощи у Велеса, стража границы с темным царством, и Велес помогает ей. В этом мифе Леля, любовь показывает свой светлый лик, ибо существуют мифы, где показаны иные лики любви. Перед тем, как войти в темное царство и найти там своего финиста, стражи Нави предупреждают ее, что у нас в темном царстве горькое житье, и хлеба белого нет, и питья медвяного нет, и есть гнилые колоды, и есть водица болотная. Но Лелю это не пугает, потому что истинную любовь не останавливают такие вещи. И она просится все-таки к ним в избушку, просится перейти эту границу с темным царством и помочь ей отыскать финиста. И хозяева, видя стражи, видя у Лели такое пламенное желание, видя ее преданную любовь, говорят, что за любовь тебе все прощается, и, конечно же, они ей помогают. И еще сказал Вилли Сурьевич, ох, и трудно тебе отыскать, в ночи удалого финиста сокола. Раньше было у сокола времечко, он легко парил по подоблачью, уж он бил гусей лебедушек, но а ныне времечко нет, тяжело в золоченом наиклеточке, будто резвые ножки в опуточках, ведь теперь он стал царь Индерии и женился на Пераскеле. Тут мы видим, что Велес говорит о том, как тяжело сидеть в золотой клетке. Это, конечно же, не свобода. Когда была свобода, когда волк не был царем Индерии, тогда было у него время, но теперь волк сидит в золотой клетке и ноги будто в опуточках, теперь нет у него времени, то есть оно ограничено, как и сама материя, которая не вечна. Привязанность к золоту отнимает свободу. А наутро прощалась Лелюшка с Бурей, Его и Велеса и сказала Леле хозяюшка, вот бери подарочек, Леля, ты возьми золотое яблочко, вместе с ним и блюдце серебряное. Как покатишь по блюдечку яблочко, все, что хочешь, блюдце увидишь, лишь скажи, заветное слово, покатись, золотое яблочко, покажи мне то-то и то-то. Провожал Лелю Велес по лесу, покатил впереди клубочек, но ступай, Лелюшка, за клубочком, куда катится он, путь туда держи, приведет он к финисту соколу. Вот пришла она в Индерию, горы там в облака упираются, и дворец стоит между высоких скал. О каком волшебном клубочке очень часто упоминаются в русских сказках? Волшебный клубок – это так называемое клубье тело. Согласно знаниям наших предков о строении человеческих тел, клубье тело – это тело ума и разума, ментальное тело, имеет форму серебристого шара клуба, находящегося внутри черепа человека. Оно начинает активно структурироваться в 7 лет и полностью формируется к 12-14 годам, что также отмечается соответствующими посвящению для девочек ледник, для мальчика – ярения. Клубье тело является инструментом материализации формирования жизненного пути. Все наши мысли, даже самые незначительные, используя энергию клубьего тела, проявляются в пространстве и материализуются в виде необходимых ситуаций. Двигаясь в духовном поле, мыслеформа мгновенно достигает объекта, предмета, человека или божества, к которому она относится, к которому она стремится. Таким образом, соединяя с ними и притягивая их энергию и появление в нашей жизни. Так мы творим свою действительность, окружающий мир. Благодаря такому вот клубочку, который Леле дает Велес, как бог мудрости, потому что клубье тело связано с такой вот житейской мудростью, с умом, Леля формирует свой путь и достигает нужного ей места, то есть находит место, где находится ее любимый финист, ясный сокол. У дворца Леля стала похаживать и катать по блюдечку яблочко. Покатись, золотое яблочко, покатись по блюдцу серебряному, покажи мне финиста сокола. Покатилась по блюдечку яблочко, показала финиста сокола, увидала топ и раскея. Ей понравилось блюдце Лелина. Не продашь ли Леля за бабушку? Не продам, то блюдце заветное, а завет мой такой, ночку темную провести мне с финистом соколом. Не беда, пироскея думает, а пою я финиста сокола, он всю ночь проспит, как убитый, ну а блюдце с волшебным яблочком станет лучшей моей забавою. А в ту пору летал финист по нему, избивал гусей лебедушек, птиц небесных к себе заворачивал. Вот слетел и ударился о землю, обернулся вновь волхом-змеичем. Поила его пироскея, поднесла ему чашу сонную, и заснул тотчас финист сокол. — Что ж, иди, — прошепела Леля, ночью будет он твой, мой же будет с рассвета. Подошла Леля к спящему финисту. — Ты проснись, пробудись, ясный сокол мой, на меня взгляни, к сердечку прижми. Много лет прошло, много зим прошло, я к тебе, волх любимый. По свету шла, башмаков истоптала три пары железных, обломала три посоха тяжких чугунных, и три каменных хлеба уши сгладала. — Все тебя, ясный сокол, по свету искала. Целовала в уста его сахарной, прижимала его к своей белой груди, но не слышал волх околдованный. Занималась уже зорька ясная, поднималось солнце красное, гасли на небе звезды частые. Тут упала слезинка жгучая, да на щеку финиста сокола пробудился волх и раскрыл глаза. — Здравствуй, Лиля моя прекрасная! Сговорились тут финис с Лилию и бежали из царства темного. Утром пироскея схватилась и подняла война все царство, приказала в трубы трубить. От меня сбежал волх и зменник. Тут сбежались к ней нечисть черная, прибежал и вий подземный князь, и горыня, усыня с дубынию. Солетали змеи летучие, сползали змеи ползучие, и все ринулись в погоню. Из норы ползли, озирались, по песку ползли, извивались. Волха мы засадим в темницу, доведем его до погибели. Финис сокол же вместе с Лилию добежали до речки Смородины. Как у той ли речки Смородины повстречали Симвелис с бурью, беглецам они говорили. Вы бегите скорее в царство светлое, к Ирепейским горам, к саду Ирия. Мы задержим погоню у речки. Переправились Финис с Лилию, и погоня к речке приблизилась. Как увидели змеи, Велеса с бурью, якою у реченьки. Тут же все они в норы спрятались. Ви и Виевич разбежались, лишь змея Пираскея щерилась и набросилась на Велеса. «Финис, сокол мой, пропусти меня!» Тут отвечал ей буйный Велес, раскатился гром по Индерии. «Ты змея, злокоманка, змея Пираскея, ты продала волха за блюдечко, но алеля за ним обошла весь свет». Тот стряхнул Пираскею Велес и притопнул ее ногою, раздавил змею ядовитую. Благодаря любви лили и волх вырываются из темного царства, из оков золота. Если бы можно это было представить на более приближенной к нашей земной жизни уровне, то я бы сказала так. Вот живет себе такой человек, богатеющий ради золота, страстно любящий золото, которое он добывает любой ценой, даже за счет чего-то горя или смерти. Мало того, он еще и, как говорится в мифе, заворачивает гуси и лебедушек, то есть мужчин и женщин, на этот путь. И его интересует только это, как стать еще богаче. И более никаких смыслов, больше никаких привязанностей в жизни. И вдруг он влюбляется в другого человека и влюбляется по-настоящему. При этом добывание золота теряет всякий смысл для него. Пусть для начала это просто любовь к одному человеку, но очень важно, с которым хочется делиться, а не поглощать все в себя и только для себя. Это первый шаг к побегу из темного царства. Далее это чувство будет расти, и человек, развиваясь духовно, потом полюбит весь мир, превратившись из черной дыры в звезду. Но сначала он должен выйти из собственной темницы. Вот так и волк сбегает с Лели из такого темного царства. Волк вспоминает ее, это любовь спасающая. Однако в таких случаях всегда бывает погоня, и боды просто так не выпускает из своих лап. Но Виллис помогает влюбленным. Он стоит на страже границ с темным царством. Виллис справедливый судья. Он совершенно справедливо отвечает на претензии пироскей, что волк принадлежит той любви, которая выстрадала и спасла его, а не та, которая продала за забаву. Вот разница между любовью сворожей, исходящей от Бога, и змеиной, ибо змеинная любовь предает за деньги и тому подобные вещи. Виллиса боятся змеи. В нем есть сила уничтожить даже самую главную змеиху. О чем это говорит? Виллис, как хранитель наших душ, показывает, что абсолютно каждая душа хранима им, способна на это убить змея в себе. Виллис останавливает погоню, потому что битва света за душу волха уже выиграна. Побежали волх вместе с Лелью к Аллатырским горам в саду Ирия. Обернулся волх ярым туром, перекинулась Леля Турицей. Первый раз скакнули, версты уж нет, а второй скакнули, не видно их. Обернулся волх серым волком, обернулась Леля волчицу, побежали они по дремучим лесам. Обернулись щуками быстрыми и поплыли по морюшку синему. Обернулись в небе птицами, полетели они по подоблачу. Прилетели они к саду Ирию. Финис вновь о землю ударился, перекинулся сизым перышком. Леля спрятала сизо перышко и пришла с пером как сварогу. Где же была ты, дочь моя, любимая? Я гуляла по свету, батюшка. Говорили мне ветры буйные, как летала ты вместе с соколом. Мне поведали волны синие, как ты плавала вместе с щукою. Мне шептали леса дремучие, как бежала ты с волком серым. Рассказала мне солнце красное, как ты с туром скакала турицей. Покажи-ка мне волха-змеича, ясно сокола удалого. Обронила Леляшка перышко, обернулась перо ясным соколом. Что сказал сварог? Видно, Бог судил, видно, так завязано макушью. Будет свадьба у нас небесная. Наконец-то Леля показывает сварогу своему батюшке, своего волха. Видимо, это уже можно было делать, ибо волх отныне не враг, а друг, союзник. Он превратился из врага в союзника благодаря любви. Только любовь уничтожает тьму в нас, но никак не ярость и ненависть, пусть даже и направленная на саму тьму. В этом случае тьма в нас будет только расти. Благодаря любви можно спасать. Ну а то, что завязано макушью, развязать никто не сможет. И сыграли свадьбу в Ирии, стала Леля женою волха удалого финиста сокола. На той свадьбе трубили трубы, лился хмель и плясали звезды. И явились на свадьбу боги, сам перун громовежец с дивою, истребок, семаргл сворожич, велес с бурею святогоровной. И пришла корова небесная, хорс зарей зараница и месяц, макуш с долей недолей, и марена пришла вместе с живою. И слетались на эту свадьбу со всего света белого птицы. Избежались лютые звери, и сошлись злоторогие туры, и сползлись ползучие змеи. Было вырие столование и великое пирование, и всевышнего всех валили, после лелю с волхом дарили. Подарил им сварок по колечку, лада матушка, розу алую, вели с вилой, вернули блюдечко, что забрали у пераскеи. Коль оденет свадьбу, если поднесет розу алую, вечно будет цвести любовь. Началось веселье в подсолнечном мире, веселилось и царство небесное. У этого мифа счастливый конец. Волх и Леля обрели свое счастье, действительно выстрадав его. При этом любовь Леля приобрела силу сильную сражаться за свою любовь. А беспощадный воин волх приобрел новое качество любовь, благодаря чему стал служить всей своей огромной силой свету. Вот так происходит и в истинном союзе благословенном предками и богом. Мы можем не только опознать опыт физической и душевной любви, но и обогатить друг друга новыми качествами, где-то поддержать, а где-то и спасти своей любовью из темного царства. Желаю всем, кто еще одинок, обрести своего истинного друга или подругу, посланного богом. Благодарю за внимание.